МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что им стоит мост построить? Войска материально-технического обеспечения, хоть и не такие заметные, как другие атакующие виды войск, но не менее важные. Без них в бою и танк не поедет, и солдат без воды останется. Александр Туполев побывал на учениях войск тыла и убедился, что бойцы последней линии обороны и правда незаменимы на поле боя. Диверсанты решили ударить по стратегической переправе. Заминированная оказалась дамба через реку, соединяющая тыл и линию фронта. По этой дороге с поля боя должны вернуться на ремонт и дозаправку танки. Но теперь удачное окончание боевой операции под угрозой срыва. Под прикрытием авиации за работу берутся специалисты материально-технического обеспечения. Группа саперов обследует заминированную дамбу, водолазы работают на дне. В это же время на берегу готовятся забивать сваи для строительства моста. За всем этим наблюдают 300 руководителей различных подразделений тыла. Цель этого сбора показать офицерам методику и специфику организации боевого слаживания подразделений перед тем, как им выполнять боевые задачи. Поэтому на этом сборе, начиная от одиночной подготовки военнослужащего и заканчивая слаживанием батальонов, показана вся методика с практическим выполнением задач с использованием максимального количества техники всех подразделений бригады материально-технического обеспечения. Еще один вариант переправы – понтонный мост. На его установку требуется не больше часа. В строительстве задействованы плывучие бронетранспортеры и лодки. Во время таких операций техников обязательно прикрывают с берега, ведь враг будет пытаться любыми способами остановить колонну бронетехники. После успешного преодоления водного барьера техника отправляется на заправку. Бойцы за считанные минуты разворачивают полевой магистральный трубопровод, который выглядит как шланг с красными флажками. Одна такая заправочная станция обслуживает десяток единиц техники, будь то танки или машины снабжения. Но главное здесь – это, конечно, безопасность, поэтому и сторожевые вертолеты постоянно дежурят в небе. Подразделения тыла также ремонтируют и обеззараживают технику в случае химической атаки, обеспечивают солдат питьевой водой. При этом части материально-технического обеспечения не стоят на месте, а постоянно движутся за войсками наступления. Таким образом, техники фактически образуют последнюю линию обороны. Если понадобится, вместо отверток и молотков возьмут в руки автоматы. Александр Туполев, Дмитрий Кундрюков. Союзники. Ленинградская область. Союзники. Ленинградская область.